Крупнейший санаторий Украины Хаджибей едва не лишился своей прибрежной территории. Минздрав захотел передать лакомые гектары на французском бульваре на баланс бластного бюджета. От финансирования здравницы столичные чиновники попросту отказались. Коллектив санатория забил тревогу. Как спасали драгоценное имущество уникальной здравницы? И удалось ли его сохранить, мы поинтересовались на этой неделе. Это, вероятно, лучший район Одессы. Французский бульвар. Бывший переулок Кирпичный, сейчас Каркашадзе. Одноименные элитные высотки построены прямо на месте бывшего пионерлагеря. Напротив, чудом уцелевшая здравница. Санаторий Хаджибей. Жемчужина курортной Одессы. Так, хорошо. Умничка. Смотришь на нос, не смотришь? Так. В его стенах, как и 20 лет назад, лечат детей, насыщая их молодые организмы свежим морским воздухом. В среднем здесь лечатся и реабилитируются около 6,5 тысяч пациентов в год. В корпусе на французском бульваре оздоравливаются дети с проблемами зрения. Едут сюда со всей страны. Идет стимуляция органа зрения. Улучшается кровообращение, регенерация улучшается. Улучшается кровообращение не только внутри глаза, на передний отдел глаза. Даже в заднем глазу, на ретине тоже улучшается кровообращение. Таким образом способствует восстановлению зрения. Ребенок выбирает на выбор любой фильм, который он хочет смотреть. Изображение то появляется, то исчезает. И в то время, когда исчезает изображение, мозг сам дорабатывает все это. С коры головного мозга снимается вот эта информация, считывается. Но в конце прошлого года Министерство здравоохранения усомнилось в необходимости дальнейшего финансирования санатория. Столичные чиновники посчитали, что будет лучше, если здравницу возьмет на баланс областная власть. Планы Минздрава шокировали руководство Хаджибея. Когда менялось руководство Министерства здравоохранения, нас просто поставили, ушло старое руководство, и просто поставили через какое-то время перед фактом, что на Минфин не подали нас в бюджетную программу. То есть, планируете, как вы будете выживать на местном бюджете. Громко, три, четыре. Я бабуля. Хоч куда? Беззарядки молода, на печи везде лежала, даже спиночка устала. После потери Крыма санаторий Хаджибей стал крупнейшей здравницей в стране. Располагается он в трех корпусах. Два в Беляевском районе области и один на Французском бульваре. В год только на зарплату сотрудникам уходит 70 миллионов гривен. А ежемесячные расходы на питание пациентов превышают бюджет столовых всех областных структур вместе взятых. Передача санатория местным властям поставила бы крест на работе здравницы. Вероятно, что вслед за банкротством последовала бы передача драгоценной земли ушлым застройщикам. Это игровой зал Хаджибея, любимое место отдыха пациентов санатория. Отсюда до уреза воды, кромки Черного моря, буквально 200 метров. Можно себе представить, сколько инвесторов хотели бы получить эту землю для застройки. Мы принимаем детей со всей Украины, понимаете. Область бы определила необходимость в санаторном лечении, допустим, для детей только области. Сократили бы это количество коек, часть территории бы сказали, что они нерентабельные, надо с ними что-то делать. И дальше постепенно, постепенно ситуация бы растворилась вместе с санаторией. Руководство здравницы обратилось в Минздрав, написало письма на имя парламентариев, стучало в двери комитетов и ведомств. Откликнулись немногие. В их числе народный депутат Сергей Кивалов. Он обратился с запросом к премьер-министру Украины, тот отреагировал. Санаторий останется в подчинении Минздрава. Большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, он откликнулся и тоже в числе наших одесских депутатов включился активно в борьбу за наше выживание. Поэтому огромное спасибо всем, кто участвовал в этом. И без чьей помощи реально мы бы через какое-то время, не говорю сразу, но реально бы прекратили существование. Здравницу, к счастью, удалось отстоять. Во всяком случае, в этом году. Верят здесь, что и впредь будут выполнять свою миссию. Дарить здоровье тем, кто в нем так нуждается. Григорий Блайда, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Спасибо. Спасибо.